здравствуйте дорогие друзья это видео является второй частью моего сегодняшнего выпуска логическим предложением видео шестьсот тридцать семь в котором я вам расскажу о чудесах гибридной войны 21 века который можно потерять армию сухопутную армию потерпеть поражение на поле сражений но зато завоевать умы или головы политиков на западе и надеяться в этой связи на конечную победу то есть дело речь идет о невероятно возросшем значении информационно психологических операциях современной войне напоследок очень важный вопрос я уже обращал внимание но сейчас бы я хотел бы сформулировать его в виде одного из важнейших явлений или новых явлений которые мы сейчас видим в результате войны которые ведет российская федерация то что происходит так по большому счету раша проигрывает войну на поле боя теряет свою армию но выигрывает в головах в головах прежде всего в столицах западных государств при помощи своих активных мероприятий и то что называется ипсо вот вам и гибридная война то есть сейчас уже очевидно после особенно того как проболтался путин что он потерял практически всю свою армию и вдруг сейчас оказывается он сидит в предвкушении победы а тут в брюсселе вашингтоне какое-то нытье о том что тупик стоит ли там деньги давайте загадали то есть думайте совершенно потрясающее явление потеряна армия две трети танков на он сидит и чуть ли не чувствует себя победителем а эти в конгрессах там в средствах массовой информации они ноют что тупик и надо срочно бежать на переговоры то есть это один из важнейших факторов нового вида войны 21 века оказывается можно проиграть нафиг на поле боя но представлять себя победителем в головах то есть насколько теперь теперь получается что виртуальная война информационно психологической она становится чуть ли не важнее чем война на поле боя в этой связи бен ходжес известный всем вот так описал ситуацию западное пораженческое хныканье помогает россии которая надеется только на то что мы потеряем волю а воля теряется в результате того что в голове сначала разруха появляется россия в беде 315 тысяч жертв 3000 танков уничтожено система логистики оборона промышленность экономика в полном отстое импорт боеприпасов и северной кореи флот проигрывает не имеющий флота украине ввс не могут остановить поставки с запада оружие украине и вот и в это же время идет пораженческое хныканье по этому поводу блестящая статья была опубликована в the hill издание the hill один один одно заглавие чувствует путин учит вашингтон как выиграть войну потеряв армию один из авторов этой статьи джонатан который 30 лет прослужил в разведке он работал в отделе возглавлял он возглавлял отдел европейского командования сша по связям с разведслужбами союзников прочитаю тезис тут надо цитировать и и и и повторять чтобы чтобы дошло до тех в украине кто занимается или должен заниматься настоящим пиаром стратегическим они защиты там коррупционеров местных чтобы они поняли ситуацию ну ладно там понятно большое государство россия много у них танков много самолетов но мозги то должны быть лучше в украине они должны были они должны украина должна была выигрывать эту войну потому что она жертва агрессии теперь оказывается путин ну так вот значит цитирую путин выигрывает америка информационную войну против вашингтона и брюсселя несмотря на то что проигрывает кинетическую войну на полях сражений в украине это действительно мир безумия когда речь идет о войне 21 века проигрыш это победа проигрыш армии на поле строя на поле сражений это победа путина потому что запад уже готов бежать не запад но некоторые нам более тонкокожие его представители готовы бежать на переговоры а победа зависит от того внимание победа путина зависит от того насколько американский и европейский народ поддается на российскую дезинформацию и пропаганду но я вам должен сказать я вот смотрю российская дезинформация пропаганда она есть вот по поводу допустим резникова да это была дезинформация с целью прикрыть своего человека показать что он он не российский агент бог с ним но я не вижу так по большому счету большом количестве российской дезинформации в центральных средствах массовой информации она есть но ее тут же вытаскивают они работают то есть ее распространяет в основном такер карлсон и она как бы вот word of mouse она одна оба с 1 оба с казалось другой оба с у них есть социальные сети общие вот так она вот расползается понимаете среди народа но в частности как только начал говорить белый дом чтобы привлечь показать избирателям что мы не выбрасываем деньги в черную дыру в украине а мы приносим прибыль американским корпорациям а это рабочие места это зарплата и так далее как тут же карлсон а затем последователи трампа начали орать что мы работаем на военно-промышленный демократы работают на военно-промышленный комплекс как им не стыдно и так далее то есть ресурсов вроде у них немного но не делают это грамотно дальше интересно слишком много американцев стали легковерными и поддаются на российскую дезинформацию многие просто наживаются на ней в социальных сетях точно так же кстати господа хочу в этом плане обратить внимание украинских те кто слушают смотрит украинские но читается соцсети и частности украинский youtube или вот та часть которая на на украину работает вот теперь видите кто 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 на самом деле сторонник украины а кто противник украины и сколько же времени с начала войны представители ярые причем открытые трампа разгоняли в украинском информ пространстве патетические рассказы о том как байден слил украину а вот придут республиканцы и трамп и украина заживет там деньги потекут рекой танки тысячами рванут через атлантику помогать украине там и так далее и их приглашали постоянно и люди я не знаю которым нравилось причинять себе боль или расстраивать слушали их и говорили какой же гад байден вот так это распространяется господа то есть эти люди они знают психологию они знают что есть у людей которые находятся в состоянии войны сложном психологическом состоянии может быть они будут подвержены паническим или в общем негативной информации как своего рода мазохизм то есть причиню себя боль и так и так все плохо так вот а также наши многие политики наживаются на путинской пропаганде потому что она соответствует их предвыборной платформе компании и потребностям трамп сто процентов то в каких масштабах это происходит стало национальным позором мы как народ позволяем важнейшие вопросы национальной безопасности нашей страны позволяем сделать так что они становятся подчиненными целями национальной безопасности путина и си цзиньпина мы уже придется предупреждали об этом всем предупреждали как маньчжурские кандидаты но это попросту говоря агенты кремля и пекина окружает нас здесь в вашингтоне и осознанно или нет распространяет российскую и китайскую дезинформацию но он тут же и говорит что и на байдене лежит известная доля ответственности немалая доля ответственности за то как что-то случилось почему потому что ну с одной стороны его ближайшее окружение давало ему какие советы что надо так поставлять оружие украине чтобы это не провело к эскалации но вы знаете то есть они поэтому как-то так это постепенно медленно и так далее да действительно я скажу что очень глубокое беспокойство здесь было номер один как бы как бы не было ядерной войны сейчас да можно говорить что это была глубокая ошибка мы кстати об этом с вами давно уже говорим сейчас они вот впервые а сейчас выплескивается на страницах американской печати от все было ошибка да была ошибка задним числом всегда более ярко видишь ошибку нежели тогда когда приходится принимать решение и в собако во совокупности они давали президенту советы которые поставили страну вот такое положение как сейчас их коллективный страх перед эскалацией привел к той самой эскалации которую они надеялись избежать путин эскалировал ситуацию и сейчас без всякого ядерного оружия потеряв свою армию он предвкушает победу так не должно было быть и так не должно быть украина блестяще доблестно сражалась 22 месяца своей войны ну там дальше успехи украины блестящего успехи в ссу короче говоря украина выигрывает войну на земле но вашингтон и брюссель находятся на грани поражения путин потерял почти всю свою вторгшуюся российскую армию и почему же так много американских политиков купились на путинские нарратив о том что украина не сможет одержать решительную победу в войне и так дальше вывод в чем что в америке возникла жесткая двух партийность раскол общества просто проще говоря и у каждой из этих частей сформировались свои интересы и так получилось что одна часть этого всего политикума и одна партия которая представляет это республиканская партия оказались под трампом у которого особое отношение к путину и дальше либо вашингтон то есть то что произошло представляет собой экзистенциальную угрозу для нашей страны то есть для соединенных штатов либо вашингтон возьмет себя в руки и объединиться вокруг наших общих интересов либо мы рискуем жить в мире который будет контролировать пуптин и си вот вам ситуация расколы вам скажу по времени произошел во время президентства трампа именно он стал ну то есть видимо зерна раздора они существовали как в любом обществе но именно он его расколол он его расколол не знаю сам додумался или по совету путина потому что путин управляет своей страной 20 лет именно таким образом раскол разделяй власть разделяй и власть от путин вот это все сделал по этому поводу кстати рекомендую господа у кого есть netflix посмотрите сериал там всего 6 серий коми рул коми это был директор фбр в шестнадцатом году и там рассказано кто и как привел трампа к власти это художественный сериал блестяще смотрится блестяще поставлен он основан на документах там по датам кто фамилия настоящие когда и что сказал и для меня произвело впечатление когда после победы трампа все руководители американской разведки пришли в белый в овальный офис к обаме и все сказали что президентом избран человек как они сказали компромайз то есть компрометированный москвой кремлем ну скомпрометированный в данном случае компромайз они любят это слово на широкого смысла имеется ввиду который находится на крючке у кремля вот такая ситуация господа ну вот в следующем выпуске я вам расскажу какие дополнительные меры сейчас должны осознать что еще осознают американцы нужно сделать теперь уже не только в своей стране а и в украинском руководстве для того чтобы помощь которым все ожидаем было чрезвычайно эффективной на этом позвольте закончить этот выпуск дорогие друзья еще раз призываю вас подписаться пошлите им сигнал о том что вы все видите знаете понимаете и что они под вашим контролем что они действительно ваши слова ваши ваши слуги они вы являетесь их безмолвными рабами и в заключение как обычно слава в украине вооруженным силам враг будет разбит победа будет за нами вам дорогие друзья выдержки мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу